Здравствуйте! Когда мы приходим за удобрением в садовый центр, мы в отделе видим разнообразие разных пакетов и теряемся с выбором. Для того, чтобы правильно выбрать удобрения, давайте разберемся, какие они бывают и какая у них классификация. Все удобрения делятся на две большие группы. Это органическое удобрение и минеральное удобрение. Органическое удобрение это такое удобрение, которое производится из растений живыми существами. Ну, например, корова съела траву, в результате получился навоз. Вот оно и органическое удобрение. Навоз, в свою очередь, перерабатывается бактериями, получаем перегной. Вот оно и органическое удобрение. В магазине его можно найти как вот в таком сыпучем виде, так и в гранулах. Вот такое удобрение. То же самое органическое удобрение, но оно в гранулах. Органическое удобрение, что в гранулах, что в сухом виде, в рассыпчатом виде, применяется, в принципе, одинаково. Бывает еще органическое удобрение в жидком виде. Какой яркий представитель органического жидкого удобрения это бочка и 4 ведра. Вторая большая группа удобрений это удобрения минеральные. Минеральные удобрения делаются из природных минералов, но они производятся уже на специализированных предприятиях. То есть берется какой-то природный минерал, например, калийная соль или фосфоритная мука. И вот с помощью этого производится минеральное удобрение. Минеральные удобрения в свою очередь делятся на моноудобрения и комплексные удобрения. Что такое моноудобрение? Это удобрение, в состав которого входит один химический элемент, один питательный элемент для растения. Они могут быть азотными, моноудобрения, могут быть калийными, они могут быть фосфорными. Вот эти вот три элемента являются основными элементами питания растений и они как удобрения могут быть отдельно, несмешанными. А вот если они находятся в смеси, то это будут называться уже комплексные минеральные удобрения. Ну, например, вот такое вот азотно-фосфорно-калийное удобрение. Вот в этом пакетике есть и азот, и фосфор, и калий. И еще удобрения могут быть полными. Полные удобрения – это удобрения, которые содержат и азот, фосфор, и калий, и микроэлементы. И еще удобрения могут быть специализированными. Если мы посмотрим, то на пакетах можно увидеть название «Осеннее», можно название увидеть «Бордо», «Малышок для томатов», «Для огурцов». Чем они отличаются от комплексных удобрений? В принципе, это тоже комплексные удобрения, но разным растениям азот, фосфор и калий нужен в разных количествах. И поэтому вот в таких специализированных удобрениях процентное содержание азота, фосфора и калия разное. Ну, например, свекле нужно больше калия, а огурцам нужно больше азота. Такие различные сочетания достигаются для того, чтобы обеспечить питанием определенную культуру. Осеннее удобрение не содержит практически азота. Вообще комплексные удобрения могут быть разными. Там сочетание азот, фосфор и калия может быть совершенно разным. Может быть удобрение совершенно без азота. Вот, например, барафоска. Может быть, с повышенным содержанием азота. Это удобрение весеннее. Вот такая классификация удобрений поможет вам разобраться, что нужно. Для чего нужны вообще удобрения? Как любой живой организм, растение требуется в питании. Если человек употребляет жиры, белки и углеводы, то растению для питания нужен азот, фосфор и калий. Вот эти минеральные вещества растения корнями добывают из земли. Гранулированные минеральные удобрения обычно вносятся в почву под перекопку или осенью, или весной. К тому времени, когда мы уже посадим растения в грядку, удобрения уже начнут растворяться. И когда растение укоренится, когда у нее образуется хорошая корневая система, вот тогда вот эти уже к этому моменту вот эти удобрения будут готовы к тому, что растение его будет потреблять. Из органических удобрений гранулированные удобрения обычно вносятся также при перекопке, вносятся также в посадочную ямку. А вот из таких сухих удобрений можно делать настойки. Как все это делать? Обязательно есть на обратной стороне пакета инструкции, также есть нормы внесения и также есть сроки внесения. Если вы вносите удобрения непосредственно в посадочную ямку, ну, например, сажаете картофель. У нас сажают картофель каким образом? Делают лунку, туда бросают удобрение и кладут картошку. Или, например, вы сажаете яблоню, также делаете лунка, вносится удобрение и саженец. Вот при внесении удобрений в посадочную ямку обязательно смотрите на то, чтобы клубень, корни не касались удобрения. То есть удобрение нужно присыпать немножко землей, потому что удобрения концентрированы и они нанесут ожог луковицы, клубню или корням растений. Для других культур, например, для корнеплодов, фосфора и калия нужно значительно больше, чем в универсальном удобрении и чем в удобрении для томата. И для корнеплодов важна ботва, ее качество ботвы, поэтому здесь побольше азота. И мы смотрим азота 13%, фосфор 16%, калия 18%. Таким образом, изучив все удобрения, изучив все сроки посадки, их состав, вы можете подобрать именно то удобрение, которое нужно для определенной культуры и которое нужно для вашего участка. А наши советы помогут вам в этом разобраться и как можно меньше употребить удобрений, но сделать это с большей пользой и для растений, и для себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok